Даяна Росс, Уитник Юстон, Рудольф Нуреев и эти люди, о чьих именах и достижениях знает весь мир, некогда объединялись с организацией под названием «Молодые американцы». В октябре 2012 года молодые американцы впервые дали мастер-класс для молодежи Эстонии. И участники мастер-класса в один голос заявляли, что эти три дня стали одними из самых ярких и запоминающихся в их жизни. Вообще-то, молодые американцы не так уж и молоды. Это всемирно известная организация с 50-летней историей. Сейчас во главе ее стоят действительно известные режиссеры-постановщики Билл Броули и хореограф-постановщик Робин Броули. И мастера снова дают трехдневный мастер-класс в Линдоке. Ведь дело в том, что за упомянутые 50 лет молодые американцы выработали уникальную концепцию работы с детьми и молодежью. Их международные выездные туры пропагандируют важность музыкального образования, привлекая на музыкальные семинары детей и подростков с 1 по 12 класса, студентов по всему миру. Причем они работают и со школьниками, и со студентами вузов, и с детьми-инвалидами, и с детьми с умственными проблемами, инвалидами детства, детьми, которые потеряли родителей, трудными подростками, даже теми, кто оказался в колониях. «Ты можешь, ты нужен» – это основной девиз организации «Молодые американцы». Они очень рады, что смогли снова вернуться в Эстонию и поработать с нашими ребятами и молодежью. В прошлый раз им очень понравилось в Таллине, поэтому они с огромной радостью вернулись сюда. А некоторые из участников даже отказались от возможности впервые поехать в тур в Африку, ради того, чтобы снова посетить нашу страну. Вначале американцы играют свой спектакль сами, но постепенно они вовлекают в него местных участников. На сегодняшний день обладатели премии «Оскар» молодые американцы сделали уже 101 международный тур, который посетили 550 тысяч участников. И туры эти проходили по всему миру, а вот в эти дни они работают в Эстонии. В результате этой работы должно появиться шоу даже из двух частей. Авторы утверждают, что, глядя на это уникальное представление, зрителям будет просто невозможно представить, что оно поставлено всего за три дня, а некоторые из его участников вышли на сцену впервые в жизни.